О природе поэзии Поэт величина неизменная, могут устареть его язык, его приметы, но сущность его дела не устареет. Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники, завтра хотят сбросить его с корабля современности. То и другое определяет только этих людей, но не поэта. Сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна. То или иное отношение людей к поэзии, в конце концов, безразлично. Александр Блок из речи о назначении поэта, произнесенной на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина. Итак, в начале было слово. Слово всегда в начале, потому что, если что, и остается нам о прошлом, то остается именно в слове. Как же, скажете вы, археологические артефакты, всякого рода материальное наследие? Конечно. Но что все это значит для нас без осмысления, которое возможно только в языковом сознании, опять же, в слове? Если можно предположить, что логическое мышление приобретается с опытом, то влечение к слову, наименованию – это изначальный инстинкт. Как у рыб, вода – естественная среда обитания, и все на земной поверхности подвержено земному притяжению, так для человека немыслимо существование вне слова, вне притяжения языкового поля. Еще в Древнем Египте, за две с половиной тысячи лет до нашей эры, как отмечал чешский исследователь Франтишек Лекса, было бесспорным утверждение не о том, что всякая вещь имеет свое название, а напротив, вещь, не имеющая названия, не существует. Имя – органическое, неотъемлемая часть любого существа с момента его появления. И как мир, по древнегреческим мифическим представлениям, явившись из хаоса, стремится к космосу, к гармонии, к упорядочиванию, так и слово самим своим существованием не только организует наше представление о мире и себе в нем, но и является этим представлением. Язык предстает бескрайним водоемом, хранящим в себе глубинные образы прошлого и загадки будущего. Чтобы обрести большее значение, чем в обыденном деле, точнее передать историю из прошлого и в будущее, приблизиться к тайне и надежнее утвердиться в памяти, мы прибегаем к ритмической организации речи, к музыкальной оснастке, если угодно, а следовательно и неизбежно к метафоре. Метафора с греческого – переносное значение. Термин ввел в обращение, кстати, Аристотель, утверждавший, что искусство отражает жизнь и подражает ей. Метафора, употребленная в переносном значении слова или выражения, зачастую сокращает описание того или иного явления и расширяет представление о нем в совокупности возможных соответствий, доверительно приближая текст к читателю. Например, у Пушкина в сказке о мертвой царевне и семи богатырях есть строка «Год прошел, как сон пустой». Вот и все описание целого года жизни царя после смерти его супруги. А мог бы автор удариться в продолжительное описание горя неутешного супруга и обстоятельств его переживания. Но дала бы нам эта детализация больше, чем созданный как бы наспех образ. Поэт же нам поведал в границе одной стихотворной строки, что в этот год царь, как бы и не жил, год прошел в полном отсутствии действий, как сон пустой, сон без снов. Это же каждому понятно, потому что бывало у каждого и вызывает личное собереживание. Да, точно, пустой сон. А у царя этот сон растянулся на целый год. В эпоху модернизма, на рубеже 19-20 веков, метафора покорила искусство, оставив реалистическому описанию разве что документальный образ да часть мемуарной литературы. Появилось большое количество направлений в изобразительном искусстве. Импрессионизм, супрематизм, кубизм, экспрессионизм и так далее. Но художники, как и поэты, не ставили цель уклониться от реальности. Наоборот, они пытались найти новые, более точные, объемные средства для диалога со зрителем. Искусство становится механизмом, средством исследования как окружающего мира, так и внутреннего мира человека. Мы приведем несколько примеров метафор от символизма рубежа 20 века до метаметафоризма рубежа 21 века. Мужчина, покоренный, охваченный девичьим образом из незнакомки блока. И перья страуса склоненные, в моем качаются мозгу, и очи, синие, бездонные, цветут на дальнем берегу. Или торжество зимы у Сергея Есенина. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает с тозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокую плывут страну далекую, седые облака. А по двору метелится ковром, шелковым стелится и так далее. А вот целое представление, музыкальный концерт Осипа Мандельштама и стихотворение «Скрипачка». За поконине длиннопалым бегут цыганскую гурьбой, кто с чохом чех, кто с польским балом, а кто с венгерской немчурой и так далее, вплоть до наших дней. И вот слог Ивана Жданова. «Ты, как силы прилива, из мертвых глубин, извлекающий рыбу, речью пойман своей, помещен в карантин, совместивший паренье и дыбу, облаками исходит, как мор и беда, отсидевшая ноги вода». Поэт рассказывает о человеческой речи, в которой ты, каждый из нас, пойман, то есть осознаваемый. И она, речь силы прилива, божественного замысла, из мертвых глубин, почти забытых языков, возвращает, как облака, заждавшиеся своего часа воду, которая, как вы поняли, отсидела ноги, происходившая всегда и совершающаяся в твоей собственной речи. Как и вся история человечества, может существовать только в отдельно взятом сознании и исчезать бесследно с потерей разума и памяти. И наше рассуждение можно продолжать и продолжать, как прессованный китайский гриб из размера спичечного коробка заполняет всю кастрюлю, вбивая воду, так и метафора продолжает свое расширение, свою преобразующую языковую химию в зависимости от пытливости ума и наших исследовательских навыков. Уже давно существуют в словаре эпитетов сравнения и метафор. Вызывают особый интерес словарь поэтических образов на материале русской художественной литературы 18-20 веков Наталья Витольдовна Павлович и словарь словообразовательных метафор русского языка авторства Сергея Борисовича Казинца. Метафора, если угодно, нора, лаз в языковые глубины, раскрывающие, как страна чудес, любопытной Алисе Льюиса Кэрролла. При этом можно утверждать, что метафора является ритмообразующим сегментом нашего языкового поля, способное на головокружительные сочетания и пронзительное соответствие времен и событий в них. Метафора находится в знаменателе нашего мышления, при этом в числителе все происходящее во времени. Отсюда и впечатление, что метафора опережает время. И ритмическая организация, и метафорическое насыщение высказывания и есть основной признак поэтической речи. Само слово поэзия происходит от греческого делания, творчества, создания, сотворения. Мы уже говорили, что первым поэтом можно считать Адама, которому Господь открыл слова для наименования всего вокруг. И на рек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Наречение, наименование – это обозначение живого существа, явления или предмета, то есть творения и расширения языкового поля во взаимосвязи звука и смысла, то есть способ познания мира. Наименование и познания – в преображении смысла и есть дело поэзии. Помните, в начале 20 века поэт Алексей Крученых написал стихотворение «Дыр бурщил». Он утверждал, что создает новый язык, более русский, чем язык Пушкина. Но дальше нашумевших строк дело так и не пошло. Адамова же работа оказалась для него не по плечу. Как и не по плечу оказалась она и создателем искусственного языка эсперанта, который был призван преодолеть кару небесную, посланную вавилонянам разноязычья. В библейской истории Бог спустился на землю рассмотреть строящуюся башню и разделил единый тогда язык строителей на разные наречия. Нужно признать, что в начале 20 века на эсперанта возлагались большие надежды. Даже сохранился в одесском дворике бюст создатель эсперанта Людвига Заменгофа. Его установил сам скульптор, потому что заказчик бесследно исчез, а места для хранения бюста в квартире не было. На вопрос, кому памятник, автор пояснил с известной задумчивостью, что это извояние его собственного отца. Существуют и библиотеки эсперанта, насчитывающие десятки тысяч книг, в том числе и поэтических. При этом эсперанта не смог конкурировать с природными языками и стал областью футуристической лингвистической игры. Но вернемся к глубокой древности. Тогда, за десятки тысяч лет до нашего времени, на всех землях от Сибири до Южной Америки, от Африки до Аляски, люди доверялись шаманам. Шаманы входили в транс, выгадывая, узнавая в нем ответы на всевозможные вопросы о том и этом мире. Шаманский опыт находит применение и сегодня в различных практиках, но не нам судить об их эффективности, при этом шаманы использовать для создания ритма примитивный инструмент, сохранившийся в музыкальной культуре и сегодня – бубен. Бубен – ударный музыкальный инструмент, неопределенной высоты звучания, состоящий из кожаной мембраны, натянутой на деревянный обод. К некоторым разновидностям бубнов подвешены металлические колокольчики, которые начинают звенеть, когда исполнитель ударяет по мембране бубна. Потирает ее или встряхивает весь инструмент. А вот только малая часть его имен – Тюнгур, Дангра, Даф, Рик, Пандейру, Боуран. На нем шаманы выбивали определенный ритм, а бубенчики, колокольчики по краям сопровождали основной гулкий звук, расширяя его в пространстве, как бы опережая и запаздывая звонки многоголосия. Можно предположить, что в стихотворении беса Александра Сергеевича Пушкина роль бубна выполнилась снежное поле, в котором разошлась юга, а колокольчики на ободе – это звон бубенцов на конской упряжи саней, несущих в инфернальную область, где навстречу мчатся бесы, рой за роем, в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне. А следом всплывают в памяти кони привередливые Владимира Семеновича Высоцкого, где колокольчик весь зашелся от рыданий на том самом краю. Этот же гулкий ритм со звонкой разноголосицы охватывает на революционных площадях Тахрира и Майдана, где переход из бытового в инфернальное так явен. Помните, Александр Блок звал в статье «Интеллигенция и революция» век тому назад в 1918 году «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию». Осознавал поэт или нет, что это звук крови, которое уже вскоре суждено пролиться в охваченной огнем отчизне. Но в это же время в поэме «12» поэт дает исчерпывающее определение площадному воззванию о свободе. Свобода, свобода, эх, без креста, Кать кованькой занята, Чем, чем занята? Тра-та-та. Это и есть шаманство или поиск смысла в звуке, когда в густом ритме напрягается человеческое сознание в попытке охватить все сущее. Это край, на котором только воля и чудо-слова спасают от беспамятства, преступления и гибели. Но здесь, на этом, в этом краю рождается поэзия. Ах, если бы знали, из какого сора растут стеки, не ведая стыда Анны Андреевны Ахматовой. Как и в том другом высшем краю, где ослепительный смысл любви утверждает смирение. Так, стихотворение «Смирение» великий русский поэт и ученый XIX века Петр Андреевич Вяземский говорил. «Или сгореть в грозе, другого тихомолком дума ведет по низовой стезе. Он любит тихую погоду, лазурь домашнего пруда, Души покой, души свободу и святость скромного труда». Разговор о поэзии, наверное, один из самых сложных, Потому что мы пытаемся размышлять о том, что больше и сильнее нас. Аристотель утверждает, что задача поэта – говорить не о происходящем, А о том, что могло бы случиться, о возможном, по вероятности или необходимости. Историк и поэт различаются не тем, что один говорит стихами, а другой – прозой, Ведь сочинение Геродота можно было бы переложить в метрах. И все-таки это была бы та же история, что и без метров. Разница в том, что один рассказывает о происходящем, Другой – о том, что могло бы произойти. Вследствие этого поэзия содержит в себе более философского и серьезного элемента, чем история. Она представляет более общее, а история остается в частности. Здесь мы можем только догадываться и предполагать, Слушаясь проступающие в нашей памяти образы. Так строка из советского букваря «Мама мыла раму» Со временем накапливает эмоционально-смысловую нагрузку. Если набрать в поисковой системе эту строку, то сегодня окажется, что от 70-х годов до сегодняшнего дня Есть уже сотни, если не более текстов, где эта строка предстает в аллюзиях, Различных переосмыслениях, сарказме и тоске, в театре абсурда и грубой вульгаризации. Но все они возвращают нас к зачитанному букварю на школьной парте в первом классе. И пусть читатель припоминает эту строку, как вертит в руках статуэтку с горным и красным галстуком у старьёбщика, Или надеется, что эта строка совсем прежним канет в лето, Но равнодушных к ней даже среди совсем юных читателей не сыщешь. И потому что речь идёт о маме, даже если она никогда не мыла не только раму, но и стекло в ней, И потому что завораживающее созвучие звонкого «М» и сонорных «Л» и «Р» в открытых слогах под нагласных звуков, И потому что это высказывание уже не только о весне, когда после долгих холодов распахиваются пыльные окна, И отважная женщина, а мы помним, что утверждал Борис Леонидович Пастернак о коре красоты в отваге, Стоит на узком подоконнике над всем миром и о чём-то очень личном, Что не даёт покоя не только многочисленным авторам, но и читателям. Был как-то случай, я пытался объяснить иностранцу что-то. Наших лингвистических возможностей катастрофически не хватало. Иностранец изо всех сил улыбался и мурлыкал, А я перебирал в памяти все возможные комбинации из английского, испанского, французского. Всё мимо. И, обчаявшись, я медленно, помогая себе жестами, склонился над ним. «Мама мыла раму». Иностранец задумался и осознанно тевнул. Наконец-то мы поняли друг друга. И этот случай не придумал, он действительно был. А сегодня с катастрофической, преступной целесообразностью Разрушается поэтическое воспитание в школе. Современный младенец уже обделён. Мамы перестали петь даже колыбельные, а это священные ритмы. В школах же наши дети всё меньше учат наизусть стихий. Оправдываются реформаторы образования тем, что выучивание, запоминание, как они говорят, зазубривание, это насилие над ребёнком, выведение его из зоны комфорта. А кто сказал, что человек должен существовать в зоне комфорта? Помните, Осип Аминьевич Мандельштам отвечал своей супруге Надежде Яковлевне на вопрос, неужели мы никогда не будем счастливы? А он говорил, а кто тебе, Нанька, сказал, что мы должны кому-то быть счастливы? Но это уже другая беседа. А лишение поколений поэтической памяти преступления, которое уже сегодня проявляется в поверхностном мышлении, инфантилизации, логической беспомощности, без обращения к смартфону или компьютеру. Окончить же нашу беседу предлагаю стихотворением о стихотворении. Стих. Каким движением замечен, Какой разлукой опьянён из речи, Разговорной речи, сорвавшись с губ, произнесён, Произнесён в открытый город, В гирляндных улиц звукоряд, Бетонным франтом снег за ворот, Стеклянным выскочком бриллиант, По торопливому тротуару, С каштанами наперегон, Стадам шипящего бульвара, Сонорный зов произнесён, Произнесён с глухих окраев, Из оговоров, Из сусек, Из глубины язычьих тайн, Из омутов славянских рек, Из обозлённого, слепого, Согласного на все пути, С настоя воздуха соснового, И сна, что будет впереди. Глубоких книг И добрых мыслей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин